Автошпион 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 естественно не удовлетворение не удовлетворяли и не устраивали по каким-то причинам то пробег скручен то еще что-нибудь но естественно приходилось не самому ездить мне выбирать автомобиль просить постоянно знакомых своих каких-то которые более-менее разбирались там в автомобилях автослесарей вот но так как приходилось ездить часто смотреть автомобили автомобили чтобы так сказать просеять это через определенность такое своего рода как можно выразиться сито ну что вы сами знаете что автомобили на рынке большое множество и восстановленных и всяких всяких разных привезенных утопленников там из европейских стран из китая в том числе потом со временем моему знакомому было просто-напросто некогда со мной ездить который он как человек занят тоже работает постоянно отслеживаться и отслеживал какие-то объявления понравишься там допустим просит просил других знакомых в общем порядка я всем надоел ну а конечно они мне не говорили об этом напрямую что там ну тем не менее я это сам некоторым образом понимал что человек если человек занят он не может бросать работу и лететь там со мной смотреть эту машину но машины которые допустим более менее хорошие и они как известно быстро уходят и быстро их покупают находят нового владельца а те которые не очень они будут стоять годами в объявлениях что касается моего знакомства с компанией автошпион вообще как бы до нашего знакомства в принципе мне в голову не приходило что есть такая такого рода услуга у нас в россии просто-напросто и вообще как бы об этом не думала о том что есть люди которые готовы помочь помочь найти этом можно сказать что информа информации такой не проступала там не рекламы никакой я нигде не вниз не встречал и наткнулся собственно говоря чисто случайно абсолютно на компания автошпион я начал просматривать видеоролики отзывы когда уже более так сказать углубился уже в поиске сам уже начал разбираться там допустим в тех объявлениях которые поддаются якобы от частного лица на самом деле это автодилеров что на одном телефоне по вплоть до 10 объявлений висела и таким образом я на наткнулся на один из отзывов компании автошпион собственно говоря лишь где увидел ссылку на сайт перешел созвонился с компании позвонил компании мне ответил илья с ним договорились о встрече о заключении договора ну изначально расспросил тоже у него информацию как все это происходит на и так далее в общем вот буквально в этот же вечер илья приехал ко мне с договора мы подписали их и собственно говоря он буквально через неделю полторы мне прислали уже какие-то определенные варианты точнее нет не так было точнее я сам илья вы отправил несколько вариантов машин которые по определенным характеристикам меня устраивали но илья съездил посмотрел эти автомашины проверил их по документальной точки зрения и предоставил мне по ним информацию по которым из которой следовало что данный автомобиль у данного автомобиля во-первых скручен но пробег во вторых он был в аварии восстанавливал восстанавливался и так далее ну и соответственно он мне не рекомендовал этот автомобиль а что 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 еще хотелось отметить у меня мои критерии в поиск поиска были во первых автомобиль nissan almera classic затем я значит хотел чтобы он был не старше 10 года года выпуска пробегом естественно как и все многие чтобы он чем меньше как говорится чем меньше тем лучше но чтобы до сотен меньше 100 тысяч километров чтобы он был однозначно вот ну так как я еще являюсь и инвалидом колясочника мне также важно было чтобы в автомобиль автомобиль был коробкой автомат что еще ну принципе принципе вот на на этом как как бы и все вот потом еще несколько объявлений таким же образом которые мне попадались и казались правдивыми да с первого с первого взгляда как бы когда читаешь объявление не думаешь там каких-то там подводных камнях ну раз написано там пояснение что человек что один владелец что такой-то такой-то пробег что машина не красилась в авариях ни в каких не было и так далее вот опять таки по эти объявления я отправлял илья на почту который он ездил на место на смотрел проверял проверял автомобиль лазил под ним смотрел все в общем документальный предоставлял мне информацию по ним который принципе он мне сам говорил что эти автомобили лучше не рассматривать вообще так как в один автомобиль был опять же таки бит и 2 там тоже неизвестно с каким пробегом ну пробег как известно опять же таки из своей практики да я считаю себя в принципе дилетантом в этом отношении но со временем когда начинаешь некоторым образом читать информацию какую-то что касается пробега пробег можно определить по косвенным признакам в принципе когда который илья обращал мое внимание и что называется это подтверждало подтверждало что на самом деле у машины у которой заявленный пробег якобы там шестьдесят пятьдесят шестьдесят тысяч что принципе там король ручка коробки автом коробки автомата она просто была настолько потертая что ну за 60 тысяч мне кажется так это просто нереально сделать потом педали газа тормоза тоже накладки все стерты просто напросто чуть ли не до основания сами понимаете что как бы исходя из-за из этих признаков можно определить что машина эксплуатировалась чуть ли не каждый день и довольно таки активно так вот ну по в целом поиски моего автомобиля нынешнего до продолжались порядка двух с половиной трех недель один при к один прекрасный вечер мне пришло письмо от ильи в котором он мне обращал мое внимание на объявление на аутору которое было подано и с одну с одной единственной оговоркой он сказал что это автомобиль 2008 года но действительности он просто нас как новый так как он не эксплуатировался абсолютно зимой предыдущими владельцами пробег у него общий на и на момент покупки составлял 16 с половиной тысяч сейчас принципе не так много и на ней не наездил еще тысячи полторы ну в общем то принципе я пообщавшись с ильей и познакомишься предварительно да я как бы мне достаточно было и диск его единственное его условие о том что что он мне сказал что это на этот автомобиль действительно стоит внимание стоит того чтобы его рассматривали как потенциально претендента на покупку так сказать и действительно буквально на через три дня мы поехали за этим автомобилем посмотреть что называется ну когда я его увидел это было конечно нечто это я не знаю можно сказать что ульи чутье наверно на на такие автомобили просто когда я увидел эту машину это это ну как вам сказать это новое это машина года выпуска 2008 но эта машина и на самом деле новая абсолютно как понимаете на ней очень мало ездили эксплуатировали ездили на на дачу в летний период времени что еще хотелось бы сказать во первых хотел бы выразить огромные огромную благодарность компании автошпион илье огромное отдельное спасибо за то что вообще на самом деле это просто колоссальный труд когда ты этого не знаешь не сталкиваешься с этим дум думать что это все очень просто на самом деле когда непосредственно человек начинает сам себе машину искать и он просто напросто начинает понимать либо ты просто купишь машину и с кучей проблем битую когда человек естественно обыватели вот сколько машин стоит на площадке что вы думаете они все профессионалы разбираюсь разбирающийся в каких-то нюансах нет конечно поэтому я лично для себя можно сказать открыл что есть так такие компании и в частности компании автошпион который занимается поиском автомобиля и у них это замечательно получается принципе можно абсолютно довериться доверить доверить поиск вашего нового автомобиля и в принципе сидеть дома ждать звонка от людей которые вам позвонит и скажет что ваш есть такой такой-то вариант стоит на него обратить внимание и принципе так оно и есть хотел добавить еще что мне в частности ребята нашли автомобиль абсолютно бесплатно поэтому я принципе я как бы готов был заплатить деньги потому что действительно в действительности это стоит того понимаете это эти эти эта сумма до 16 тысяч рублей за которые они ищут автомобиль она просто-напросто оправдана абсолютно я думаю принципе они могли бы в некотором роде и побольше брать бы до в тысяч двадцать потому что это это но это не это сумма несравним несравнима с той суммы которую вы возможно просто-напросто можете потратить на ремонт и автомобиля который вы купите там допустим со скрытыми с какими-то дефектами это и эта сумма просто-напросто она просто-напросто превзойдет раз те размеры которые они берут за свои услуги вот хочу поблагодарить сказать огромное спасибо илье и пожелать компании автошпион процветания побольше клиентов и действительно они люди относятся с душой к своему делу и клик своим клиентам они относятся по-дружески абсолютно вот мне когда мы с ильей познакомился мы познакомились он как такое ощущение ощущение было как будто мы старый знакомый старый товарищ просто но это о чем говорит о том что действительно человек добра добродушны и доброжелательные не будет вам впаривать или еще что-нибудь в этом роде как как некоторые автоделеры которые продают они вам расскажут про машину такое что действительности но никаким образом не будет соответствовать поэтому я лично рекомендовал бы многим кто ищет автомобиля брать обратиться к компании автошпион я думаю что вы не пожалеете просто-напросто и и положа руку на сердце всем своим знакомым которые допустим у меня будут спрашивать или еще что-то я буду с полной уверенностью рекомендовать компанию потому что действительно ребята они знают свое дело они разбираются они профессионалы просто-напросто в этом дело все всем 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 как говорится всего наилучшего найти то что они ищут автомобили достойные чтобы они служили вера и правда что называется всего доброго до свидания спасибо за внимание и и и и и и и и Продолжение следует...